С учетом того, что сейчас такая конспирология, может даже не конспирология, что Путин не летает самолетом, а ездит в основном бронепоездом, наверное, далеко ехать неудобно. Теперь, что первые такие итоги визита, что сегодня заявляли и Си Цзиньпинь, и Путин. Вот из путинского спича много там тезисов, но самый главный, что уже параметры договоренности фактически есть по новому газопроводу через Монголию из России в Китай. Что еще можно отметить? Это рост поставок российского продовольствия на китайский рынок, готова поддержать Россия КНР, бизнес КНР, который будет замещать те западные компании, которые ушли. И, что очень интересно, Китай стал ведущим партнером Российской Федерации, это Путин заявляет, по освоению хозяйственным Дальнего Востока. Вот давайте с этого начнем. Не это ли мягкая колонизация Дальнего Востока Китаем уже? Не знаю, смотря, что там происходит и что имеется в виду. Возможно, это речь об инвестициях каких-то, что-то типа того. Сама по себе это не видно, зачем Китаю устраивать какую-то колонизацию, если только товарищ Синий решит устроить маленькую победоносную войну. В остальном Китаю это совершенно невыгодно. Китай и так может прекрасно все получать из России и существенно меньшими ресурсами, чем ему пришлось бы тратить на какой-то захват. Я бы в этом направлении бы не смотрел. Все остальное, что вы сказали, увеличение поставок в Россию китайских каких-то товаров и замещение ушедших там китайскими организациями бизнеса и, с другой стороны, российские поставки продовольствия и энергоресурсов, энергоносителей в Китай. Это все совершенно ложится в канву китайской стратегии в этой ситуации. Китай с большим удовольствием займет дополнительные доли российского рынка и будет зарабатывать на этом, и его компании будут на этом зарабатывать. До тех пор, пока это не нарушает никакие санкции, он это будет делать и все в порядке. Китай с большим удовольствием примет российский газ и российскую нефть во много раз дешевле рынка, как это сейчас происходит. С удовольствием купит и продовольствие по таким условиям. Это все Китаю очень выгодно, полезно, и он это с удовольствием делает. Китай преследует свои интересы во всей этой истории. Он не ведет политику, ориентируясь на западный мир. Ему нет цели заканчивать войну быстро, хотя в целом война ему не выгодна, но завтра ему заканчивать ее не надо. Поэтому он использует эту ситуацию для выгоды себе. И Путин, собственно, все пункты, которые отметил Путин, включая даже и освоение Дальнего Востока, это все пункты, очень выгодные Китаю и не очень-то выгодные России. И то, что их озвучил даже сам Путин, уже говорит о таком довольно подчиненном его положении в этой ситуации. Ну вот на десерт я такую вишенку приберег. Что еще сказал Путин, что Россия выступает за использование юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Ну то есть тут уже, я не знаю, куда дальше. Или это так вот в пику Америки, или все-таки Си попросил, что ну давай еще и этот шаг ты сделаешь. Я не знаю, может Си попросил, может это Путин посчитал в пику Америки или выгодном себе, потому что он к юаням-то имеет доступ, в отличие от американской валюты. Но это тоже, это вот продолжение шагов, не названо пока ни одного шага, которые были бы выгодны России или Путину. Ни одного. Все эти шаги, это выгодные, они полезны, они Китаю. Какие-то из них полезны еще и России, может быть. И то не факт. Потому что, например, продажи энергоносителей за те деньги, которые продают, Россия за это еще доплачивает. Не факт, что это все окупается вообще совершенно, все эти газопроводы. Газопроводы добычи этого газа и продажи его Китаю по тем ценам, по которым он продается. А еще строительство нового газопровода, это совсем непонятно зачем делается. А Китаю это все очень выгодно. И совершенно понятно, Си приехал в Москву и возвращается с подарками, не с подарками, а с достижениями, которые он взял в стране, которая в общем теперь полностью от него зависит. Что еще важно, что сказал Путин, российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители. Во-первых, смешно слышать российский бизнес, который по сути является государственным или контролируется людьми из государства. И второе, очень важно, наверное, первое, что растущий спрос Китая на энергоносители. То есть весь расчет России по ее развитию, это спрос Китая. А если его не будет, то что тогда? Вот есть план Б по-вашему? Не, Россия сейчас в полной зависимости от Китая находится. Никакого плана Б тут нет. Как по экспорту энергоносителей, который, кстати, не даст так много денег, как давал экспорт в Европу, он немногое компенсирует. Но как по этому вопросу, так и по вопросу, в принципе, функционирования российской экономики. То есть все ключи в кабинете у товарища Си находятся. Если завтра Китай даже не то, что как-то какие-то санкции сам наложит, а хотя бы будет как-то более отчетливо и жестко соблюдать те, которые наложены на Россию, то половина российской промышленности просто остановится, потому что не будет ни запчастей, ни деталей, ни программного обеспечения, ничего. И никто больше это обеспечить России не может сейчас, кроме Китая. Поэтому Россия находится в зависимости от Китая. Это первый раз в истории России, так, со времен Петра Первого, что она попадает в зависимость от одного контрагента, одного, не многих, а именно одного, который может делать все, что хочет. Да, в начале 90-х была ситуация, когда Россия зависела от поставок продовольствия и кредитов западных стран, но это было много разных западных стран. Канада, Америка, там Франция, Англия, там Австралия что-то вроде как присылала. Это было много разных западных стран. А так что одна страна, да еще и какая, Китай, где система власти совершенно не демократическая, она двигается там в сторону авторитаризма, и что завтра взбредет в голову товарища Си представить себе сложно, при этом отрезание России просто от всего вообще, закрытие всей российской промышленности и всех российских денег, и прекращение импорта из нее, чего бы то ни было, Китаю не обойдется почти ни во что. Россия там, по-моему, десятый сейчас торговый партнер Китая после Южной Кореи, существенно уступает, вернее, Южной Кореи, не после, а существенно уступает. То есть для него это, ну, какая-то малая очень часть его жизни. А для России это все. Путин поставил Россию в полную зависимость от Китая. Ну и почему так произошло? Ну, в первую очередь, наверное, из-за войны против Украины. И также об этом говорили сегодня, ну и вчера, Си Цзиньпинь и Путин относительно плана, да, вот этих 12 пунктов Китая, которые он предложил. И что сказал помощник Путина, господин Ушаков, он сказал, что в России план вызывает уважение, а на Западе раздражение. И мы помним, что когда только озвучили этот план, ну, довольно сдержанная была реакция России. Вот что Россию в данном контексте, в данного плана может в первую очередь привлечь, ну, кроме нажима Китая? Только лишь прекращение огня и хотя бы какой-то статус-кво на то, что она успела захватить? Ну, нет, это бы Путин завтра бы подписал. Если бы Украина согласилась на статус-кво по текущим линиям соприкосновения, Путин бы завтра это подписал и остановил бы, и все. Только другое дело, что Украина как-то не собирается этого делать совершенно. И понятно, почему. Почему она должна это делать? Что освободить свои территории, это совершенно естественная задача государства. Это может считаться изменой даже, если кто-то вообще даже соберется такое подписать, потому что там живут люди, они ждут возвращения в Украину. Они совершенно не... Ну, то есть Украина на это не согласится. Путин-то, может, и рад бы. Путину это нужно, потому что ему предстоят выборы, входить в выборы во время войны тяжелая история. Ему вообще надо бы как-то восстановить хоть чуть-чуть его, ну, как бы власть. Сейчас у него большие резервы, но он их довольно быстро тратит. И довольно скоро это все начнет приходить в состояние совсем неприглядное. Поэтому Путин, конечно, этот план бы купил бы прямо завтра. Китай имеет неограниченные возможности нажима на Путина. Если Китай завтра решит, что война должна закончиться, то она закончится, и Путин выведет войска отовсюду. Но Китай не будет сейчас пользоваться этим инструментом. Он воспользуется этим в переговорах с Западом. У него есть такой козырь, что он возьмет, захочет, поддержит завтра Путина. Захочет, оружие пришлет, и тогда придется намного дольше воевать. А захочет, скажет, выводи. То есть у Китая очень много инструментов для переговоров с Западом сейчас и вообще для ведения своей международной политики. И он будет этим пользоваться. Война глобально, вот в долгосрочном масштабе, она Китаю невыгодна, потому что она приводит к экономическому спаду в мире, особенно в Европе и в Америке немножко. А если европеец, у меня сегодня в видео был этот пример, то есть если европеец решает еще год походить со старой моделью сотового телефона, то с европейцем-то ничего не происходит. А вот китайский завод, производящий телефоны, разоряется. А в Китае и так высокая молодежная безработица, это большая проблема. То есть Китаю глобально нужно, чтобы мир процветал, чтобы везде был экономический рост, чтобы побольше покупали всего. А это нужно Китаю. Война Китаю не нужна. Но это глобально. Локально у Китая сейчас очень много инструментов появилось в результате того, что эта война идет, в результате того, куда загнал себя Путин. И, возможно, год-два он может и потерпеть и так. То есть вот позиция Китая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok